В Карачаево-Черкесском книжном издательстве прошла презентация двух поэтических сборников «Дорога домой» Евгении Черняевой и «Из времени в вечность» Марины Абдоковой. На мероприятии было отмечено, что самым трудоемким процессом в работе издательства считается правка именно стихотворного текста и что именно работа в тандеме с автором позволяет подготовить качественный сборник. Подробнее расскажет Алихаль Лепшоков. Каждый из этих сборников отображает богатый духовный мир наших поэтов, отмечали собравшиеся на презентации. Журналист и писатель Ольга Михайлова представила две книги «Дорога домой» Евгении Черняевой и «Из времени в вечность» Марины Абдоковой. В сборник стихов Евгении Черняевой вошли произведения разных лет, а также два фантастических рассказа и фрагмент из новой повести «Ретранслятор». По поводу любимого стихотворения не могу определиться, потому что каждая, наверное, по-своему любима. Поскольку я больше пишу любовную лирику, хотелось бы почитать стихотворения соответствующей тематики, хотя в сборнике есть и философские стихи, и первое стихотворение здесь, в этом сборнике, посвящено Карачаево-Черкесии. Затем для собравшихся была представлена книга Марины Абдоковой «Из времени в вечность». Она выросла в интернациональной семье. Это уже ее пятый сборник. Будучи филологом по образованию, Марина Абдокова защитила докторскую диссертацию по теме «Этноментальные основы литературы черкесского зарубежья». В ее новой книге особое внимание уделяется духовности и любви родному краю. Третий сборник «Солнечные слезы» появился в 2010 году. И четвертый сборник «Тихий благовест» – это сборник духовных стихов. Он появился в 2015 году. И вот сборник «Из времени в вечность» посвящен светлой памяти моей мамы Абдоковой Людмилы Карповны. В ходе презентации авторы читали свои стихи и выражали благодарность издательству за выход их сборников. Самым трудоемким процессом в работе издательства считается правка именно стихотворного текста. Поэтому работа редактора должна вестись вместе с поэтами. Собравшись, отмечали, что новые сборники пополнят богатое поэтическое наследие нашей республики. Я считаю, что они обогатили нашу многонациональную литературу Карачаев-Черкесии, да, и всей необъятной России. Далее хочу выразить слова благодарности, как было сказано прежде, коллективу книжного издательства за проделанную огромную работу по выпуску данных книг. По завершению презентации собравшиеся выражали авторам дальнейших творческих успехов. Два новых поэтических сборника можно приобрести в республиканском издательстве. Алихан Лепшоков, Ринат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.